здравствуйте вы на канале подарок всем 0 1 меня зовут оля и сегодня мы с вами свяжем вот такую вот сумочку торгу из джута размер по донышку 25 на 15 сантиметров высота сумочки 24 сантиметра вязала я в две нити и расход у меня получился приблизительно 600 метров то есть из них белого джута всего примерно 140 метров застежка у вас может быть абсолютно любая у меня это кнопочки и внутри соединяются края тоже кнопочка то есть такая застежка связана двойная и на ней пришиты кнопки также на карабине у меня цепочка одна можно например оставить сумочку вот в таком состоянии то есть не загинать края и например здесь пришить обычные ручки деревянные тут уже на ваше усмотрение мы будем вязать именно такой вариант ну что не будем терять времени и начнем и так у меня есть и готовая донышко размером 25 сантиметров на 15 сантиметров как связать это донышко у меня есть отдельный мастер-класс перед этим видео как связать овал посмотрите перейдите и начнем вязать саму сумочку вязать я буду в две нити каждый из которых по полтора миллиметра крючком я вязать буду номер пять перед тем как вязать хвостик я обработаю просто клеем пва по капельке вот таким вот образом и сумочку мы будем вязать таким образом что ряды у нас будут соединяться при помощи хвостика поэтому перед тем как начать вязание нужно оставить хвостик прям где-то метр двадцать полтора метра пусть лучше у нас останутся излишки и мы потом их обрежем и так вот у меня в донышке есть хвостик остался я его не обрезаю не прячу никуда вот здесь вот подножки потому что я увижу в первом ряду с другой стороны я начну вязание вот сбоку смотрите у нас если привернуть донышко здесь косичка есть и сбоку косичка крючок я буду вводить в середину косички которая сбоку и под перемычку который находится за косичкой и так вводим крючок в середину косички вот перемычку хвостик наш длинный и провязываю воздушную петлю и еще одну и теперь первый ряд я буду вязать обычными столбиками без накида здесь прибавочек не будет будем вязать в каждую петельку по одному столбику то есть первый столбик мы как провязали второй столбик вот косичка у нас за косичкой перемычка ввели крючок и провязываем столбик столбики вяжем ровные чтобы у нас рисунок был красивый в середину косички вот перемычку провязываем столбик косичку в серединку вот перемычку и таким образом мы вяжем до конца ряда и встретимся уже в конце я заканчиваю наш первый ряд вязала хвостик от донышка длинный хвостик у меня остался смотрите для нашего рисунка вообще нужно четное количество столбиков если у вас вдруг нечетное то в конце провяжите прибавочку то есть два столбика в один у меня четное количество поэтому я провязываю один столбик вот у меня последние последние петли осталось ввожу крючок в петлю под перемычку подхватываю рабочую нить далее хвостик беру и хвостиком провязываю полностью две петли на крючке протянула нить теперь под первую горизонтальную косичку ввожу крючок захватываю хвостик увожу на изнанку с изнанки на лицо вывожу крючок в последнюю петлю вот под перемычку ввожу крючок и в косичку захватываю хвостик и увожу его на изнанку все у нас ряд закрыт и начинаем второй ряд начинаем второй ряд и так наш рисунок вообще будет состоять из чередования коротких и длинных столбиков без накида вот у нас выходит хвостик из петли здесь мы в серединку петли вводим крючок под перемычку тоже захватываем рабочую нить воздушная петля и еще одна воздушная петля этого будем считать за столбик без накида далее нужно провязать столбик без накида под столбик под следующий то есть в основании ввели крючок подхватили нить и вытащили петлю смотрите петля как бы перекручена если мы вот так будем вязать она у нас перекрутиться здесь сразу поправляем я снимаю петлю и с лица ввожу крючок под петлю провязываю далее следующий столбик мы в косичку ввели крючок за перемычку под примычку провязали столбик далее 5 удлиненный столбик под следующую столбик ввели крючок нить перекручивается поправляем ее провязываем столбик далее опять обычный столбик в косичку вводим крючок и под перемычку провязываем столбик ну я думаю здесь смысл понятия будем чередовать сейчас прям в основании столбика провязываем столбик поправляем его и так вяжем до конца ряда чередуя длинные и короткие столбики я заканчиваю второй ряд провязала короткий столбик сейчас вяжу длинный столбик и получается заканчивать я буду хвостиком то есть вытянула вот эту вот ножку основной нитью но заканчиваю хвостиком протягиваю полностью его далее под первую горизонтальную косичку захватываю нить увожу наизнанку с изнанки на лицо ввожу крючок в последнюю косичку захватываю хвостик и увожу его наизнанку все второй ряд у нас получается закрыт и приступаем к третьему ряду в следующем ряду мы будем тоже естественно чередовать короткие длинные столбики только короткие будут над длинными длинные над короткими и так вот у нас выходит хвостик из столбика с длинными ножками значит здесь вводим крючок в середину петли и под перемычку подхватываем основную нить провязываем воздушную петлю еще одну далее вяжем длинный столбик то есть под короткий вводим крючок и провязываем длинный столбик далее короткий в косичку и под перемычку вы можете в принципе под перемычки не вязать я просто люблю когда плотность узор поэтому ввожу их под перемычку короткий столбик далее опять длинный столбик то есть под короткий в основании ввожу крючок и провязываю длинный столбик ну и так я вяжу до конца ряда давайте встретимся конце я покажу закрытие и дальше уже продолжим вязать самостоятельно я провязала до конца третьего ряда остался последний столбик удлиненный вот я провязываю ввожу крючок в основании вытягиваю нить и довязываю хвостиком под горизонтальную косичку уже крючок увожу на изнанку хвостик с изнанки на лицо ввожу крючок в последний столбик в серединку петли захватываю хвостик и увожу его наизнанку подтягивая формирую столбик и начинаем следующий ряд у нас получается хвостик немного сместился и всегда у нас первый столбик будет приходиться на длинную петлю то есть вводим крючок серединку петли провязываем воздушную петлю еще одну затем удлиненный столбик затем опять короткий столбик ну и так мы вяжем все ряды до нужной нам высоты смотрите я приблизительно середины сумочки буду вводить не другого цвета если вы будете вязать однотонную сумочку довязывайте до нужной вам высоты и встретимся уже на обвязке если вы хотите тоже ввести нить другого цвета то далее смотрите я покажу как это сделать я провязала 7 рядов сейчас буду вязать восьмой ряд и здесь начиная с девятого ряда буду вводить уже белую нить белый джут в восьмом ряду я буду ввязывать хвостик которым я закрывала ряды я уже кончики обработала клеем пва и так уводим хвостик налево в длинную столбик вводим крючок за заднюю перемычку воздушная петля еще одна то есть вяжем все как обычно только при этом ввязываем хвостик короткий столбик в основании ввели крючок на крючок положили хвостик и провязываем длинный столбик за заднюю перемычку короткий столбик ввязываем хвостик ну и так вяжем до конца ряда и полностью ввязываем остаток наших нитей встретимся уже в конце и начнем вводить нить цветную подхожу к концу ряда я уже обрезала основную нить обработала кончики клеем и провязываю последний столбик длинный вытягиваю ножку и полностью провязываю две петли на крючке притягиваю обе нити далее закрываю ряд как обычно под горизонтальную косичку увожу крючок захватываю рабочую нить увожу наизнанку с изнанки на лицо в последнюю косичку ввожу крючок захватываю рабочую нить и увожу ее наизнанку подтягивая и сейчас будем вводить белый джут я оставлю хвостик примерно полметра чтобы закрывать ряды и ввожу крючок точно так же как и в предыдущих рядах вот под косичку длинного столбика из которого у нас выходит хвостик за заднюю стеночку ввожу крючок подхватываю белый джут хвостик у меня справа и увожу обычный джут вот серый налево тоже буду его увязывать как предыдущему ряду хвостик точно также сейчас и вот основную нить тоже буду увязывать и так петля и еще одна петля провязали далее длинный столбик короткий столбик при этом ввязываю хвостик серый ну и так вяжу до конца ряда в конце я соединяю ряд хвостиком точно также как предыдущие ряды и вижу необходимую высоту цветной нитью я в конце обвязку буду делать тоже серой нитью поэтому встретимся уже в конце на обвязке я провязала 24 ряда вот этот размер полотна у меня получился 21 сантиметр до белой вставки у меня 8 рядов затем 9 рядов белой вставки и 7 рядов серой вставки сейчас я буду вязать ряд полустолбиками с накидом и так вязать мы будем за заднюю стенку косички и под перемычку тоже вводить крючок который находится за косичкой все ввели крючок в косичку откуда у нас выходит хвостик захватываем рабочую нить протягиваем петлю и поворачиваем крючок по часовой стрелке один раз воздушная петля далее вяжем полустолбик с накидом в каждый столбик предыдущего ряда накид в косичку ввели крючок в косичку под перемычку подхватили петлю на крючке три петли провязали все три петли накид следующую косичку под перемычку и провязываем полустолбик с накидом еще раз накид в косичку под перемычку провязываем полустолбик с накидом и таким образом мы вяжем до конца ряда встретимся уже в конце подхожу концу ряда осталось провязать последнюю петлю накид ввожу крючок рабочий нить подхватываю и завершаю вязание хвостиком закрывая точно так же как все предыдущие ряды под горизонтальную петлю ввожу крючок захватываю хвостик увожу его наизнанку с изнанки на лицо ввожу крючок серединку последнюю последнюю петлю захватываю хвостик и увожу его наизнанку все ряд закрыт я еще провяжу ряд обычных полустолбиков тоже буду вязать за заднюю стеночку ввожу крючок под одну половинку не под примычку уже не ввожу крючок просто под одну половинку подхватываю рабочую нить 1 воздушная петля далее следующую петлю ввожу крючок провязываю полустолбик следующую полустолбик и так я провязываю каждую петлю предыдущего ряда и тем самым буду укреплять край сумочки вяжем там до конца и встретимся уже в конце ряда у меня осталась одна не провязанная петля сюда я крючок не ввожу полностью протягиваю рабочую нить я уже ее обрезала далее ввожу крючок вот мне первый самый провязанный полустолбик под него под косичку я ввожу крючок сверху вниз захватываю рабочую нить вытягиваю и наверх далее с изнанки на лицо мне нужно вывести вот в последнюю косичку крючок под перемычку ввожу крючок и в косичку подтягиваю и захватываю рабочую нить ввожу ее наизнанку все ряд закрыт нам осталось только спрятать хвостики это у нас хвости которого закрывали ряды это рабочая нить нужно увести их под петли можно завязать за какие-то ножки и таким образом спрятать оба хвостика я уже связала застежку с одной стороны и пришила ее к сумочке застежка у меня длиной получилось 7 сантиметров с другой стороны тоже сейчас мы свяжем застежку здесь пришьем кнопочки и она у нас будет застегиваться вяжу я в одну нить крючок номер четыре оставляю хвостик побольше этим хвостиком мы будем пришивать застежку к сумке и набираю 7 воздушных петель первую петлю тоже считаем 1 2 3 4 5 6 и 7 далее в третью петлю от крючка 1 2 3 провязываю столбик и так в каждую петлю мы вяжем по одному столбику без накида 2 3 4 и 5 столбик воздушная петля переворачиваем вязание и вот тоже в третью петлю от крючка 1 2 3 провязываю столбик ну и так вяжу до конца ряда и поворотными рядами провязываю нужную нам длину застежки я провязала последний 9 ряд 1 воздушная петля и закрепляю край полустолбиками то есть под косичку ввожу крючок провязываю полустолбик и так под каждую косичку закрепляем край сейчас провязываем последнюю косичку обрезаем нить и полностью протягиваем ее через петлю сейчас мы будем уводить нить подножки вот сюда вот середину можно закреплять и завязывать вокруг ножки ниточку таким вот образом делать петельку закрепляем и уводим также подножки и закрепляем обрезаем нить наша застежка готова осталось нам ее только пришить краю сумочки я для себя уже отметила место пришивания это три петли визуально делим сумочку вот так вот складываем и делим ее пополам и оставляем по три петли с каждой стороны пересчитываем здесь столбики и должно быть равное количество с каждой стороны либо на одну петлю больше с другой это ничего страшного главное чтобы вот так вот визуально у нас сумочка делилась пополам пришивать я буду с помощью иголочки вы можете с помощью крючка и буду сразу пришивать и вот эту вот застежку и нашу вязаную застежку убираем маркер и начинаем привязывать под косичку ввожу иголочку внутрь кольца и просто стежками привязываю несколько стежков под одну петлю несколько по другую здесь закрепила и здесь ввожу крючок не снизу застежки а как бы сверху следующую петлю здесь неважно в принципе сколько вы петель провяжите допустим здесь тут нас одна петля и сколько их будет здесь же меньше получается петли у нас в одну нить связаны главное чтобы ровно было распределено и поместилась вот на три петли далее вводим крючок опять под эту же петлю сверху карабина можно снизу неважно и пришиваем стежками обычными до конца я пришила застежку несколько раз прошлась и теперь нам с изнанки нужно спрятать нить увожу ее под петли сумочки под петли и тоже нужно их завязать между собой то есть вот эти вот ниточку и нитку в угле я завязываю и прячу и так делаю несколько раз нить обрезаем и застежка у нас готова моя сумочка почти готова осталось пришить две пары кнопочек кнопки у меня будут серебристые вот на застежки с одной стороны с краю я пришью сверху одну половинку с другой стороны снизу соответственно вот таким образом будет застегиваться далее визуально нахожу середину вот здесь вот тоже просчитываю петельки и пришиваю тоже кнопочки вот сюда вот чтобы сумочка у нас с другой стороны тоже застегивалась как я пришиваю кнопочки я уже не буду показывать пришиваю я их обычной нитью обычной иглой когда у вас сумочка будет готова в конце нужно будет ее отпарить можно будет надеть на гладильную доску внутрь то есть поместить носик гладильной доски и сверху пройтись утюгом через какую-то ткань либо марлю просто обдать паром распрямить сумочку придать ей форму и дать остыть галочки все распрямятся и сумочка у нас тоже будет прямая все на этом мастер-класс закончен если что-то непонятно пишите буду рада ответить